В Москве выбрали главную новогоднюю ёлку страны. Растёт она в Истринском лесничестве. Именно на неё обратила внимание специальная комиссия. Возвышается ли ещё эта ель над другими деревьями или лесорубы уже взялись за дело? Узнаем у нашего корреспондента Дмитрия Кулько. Здравствуйте, Дмитрий. Насколько я вижу, ёлка на месте, да, она за вашей спиной. Я знаю, что растили её к этому дню 120 лет. Как её выбрали, какова её дальнейшая судьба и когда она уже нарядная на праздник к нам придёт? Расскажите. Да, Роман, здравствуйте. Главную ёлку страны должны спилить уже через несколько минут. Затем её упакуют для того, чтобы она прошла в спаске ворота Кремля. И сделать это будет достаточно сложно, потому как в обхвате эта ёлка 12 метров. Но хочу сказать, что это остались достаточно простые этапы, ведь отбор проходил так же тщательно, как и конкурс красоты. Он шёл полгода, были десятки претенденток, и на каждую создавалось портфолио, у каждого проходила фотосессию, была создана специальная федеральная комиссия серьёзных сотрудников разных ведомств, которые выставляли оценки практически всем лесам Подмосковьем. Они всматривались в хвоинки и шишки, и, конечно, искали идеальные формы. И вот ура, нашли 120-летняя победительница, которая выслушивает сегодня, принимает комплименты, будто картина в художественной галерее. Самый важный момент. Правильная пирамидальная крона, видите, то есть она должна быть без особых изъянов, потому что она будет стоять на главной площади страны, должна со всех сторон смотреться одинаково. Ну, пушистая. Основной параметр – это высота, диаметр и форма крона. Вот этим параметром она удовлетворила. У этого процесса всегда находятся и сочувствующие, так вот специально для них важно уточнение из учебника «Ботаники». Деревья после векового рубежа перестают давать кислород и подвержены различным заболеваниям, так что лес сегодня никакой ущерб не понесет. Зато сколько радости принесет эта елка малышам на торжестве в Кремле, куда будут приглашены дети из разных регионов. Дети также будут и украшать эту елочку, 30-метровую маленькую елочку. Ее, конечно, не назовешь. Для украшения будут использовать тысячи шаров, а также гирлянду длиной почти в полкилометров. Но праздник уже сегодня здесь, в поселке Ануфриево. Сюда пришли местные жители, которые так радуются за свою победительницу, как за победу близкого человека. Давайте послушаем счастливых людей. Веселье сегодня. Здесь потанцуем, попляшем, порадуемся за нашу... Представляете, елочка будет в Москве стоять. Вот наша елочка, в которой мы здесь живем, и наша елочка. И мы здесь тоже. С триумфом заканчивает свое существование елка или нет, но, тем не менее, на месте срубленного дерева появляется всегда новое. Так что вот рядом подрастают, скажем, новые деревья. Новый год 2030 или Новый год, скажем, 2050. И вот этот механизм создания главных елок России в Подмосковье уже отработан и дарит праздничное настроение не только столице, но и всей стране, я надеюсь, в том числе и Петербургу. Роман. Спасибо, Дмитрий. Сейчас пожонглирую штампами. Дмитрий Кулько наблюдает за тем, как лесная красавица становится городской. Дмитрий Кулько.